Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Руфь – одна из самых моих любимых книг во всей Библии. Первая глава, читая перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Книга Руфь – еще одна из женских книг Библии. Есть еще книга Исфирь, книга Юзифь, она не каноническая, но в православные издания Библии входят, где главная героиня – женщина, причем женщина, которая делает что-то очень важное. Но Исфирь – царица, она спасает свой народ. И Юзифь – воительница, даже, я бы сказал, она такой агент спецопераций, который проникает в лагерь врага и убивает вражеского полководца. А Руфь ничего особенного не делает. Она вдова, которая замуж выходит. Ну и что? Мало ли таких историй. Почему у нас Библия, которая говорит о народах, о Боге, о человеке, о какие-то глобальные такие истории, вдруг рассказывает маленькую семейную историю, да, в общем-то, ни о чем особенном. Ну, женщина трудной судьбы, но она в конце концов обрела свое счастье. Ну и что? Ну это что, билетристика такая? В электричке читать от нечего делать, да? Женский роман, даже не роман, а рассказик, на самом деле, небольшой. Да нет. Какая-то очень важная книга. Но, наверное, чтобы это понять, надо ее прочитать сначала. Кто и когда ее написал, мы понятия не имеем. Есть подозрение, что книга довольно поздняя, хотя она по своему времени действия относится ко времени книги судей. Это период, когда после заселения Ханаана израильтянами они некоторое время живут без государства. Ну, то есть, так достаточно харизматично, такой родоплеменной строй. В общем, каждый делает более-менее, как считает правилем, как и в книге судей это описано. И, соответственно, такие времена, с одной стороны, нестабильности, с другой стороны, свободы. Некогда, во времена судей, в то самое время, в стране случился голод. В стране, конечно, в израильской стране. А голод тогда случился периодически. Израильская земля не очень плодородная. Поэтому любые проблемы с климатом, с дождями, прежде всего, они связаны с тем, что есть серьезный риск голода. И один человек из Вифлеема, что в Аудии, тогда этот город был еще никому неизвестен, вот эта книга отчасти объясняет, почему он такой знаменитый потом стал, перереселился в страну Муаф вместе с женой и двумя сыновьями. Муаф – это соседняя страна, причем с израильтянами у них такие очень напряженные отношения. Но от голода куда ты только не поедешь, чтобы было чего покушать. Этого человека звали Элемелах, буквально мой бог-царь, его жену Науми, буквально приятная или сладкая, его двух сыновей Махлон и Келеон. Значение не очень понятное, но, судя по всему, что-то не очень хорошее. Они были родом из Эфраты, из Вифлеема, что в Аудии. Эфраты – одно из имен Вифлеема, а Вифлеем, между прочим, это Бейтлехам – дом хлеба, то есть многие имена значимые. Придя в страну Муаф, они поселились там. Элемелах, муж Науми, умер, и она осталась одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены Моавитянок, ну, естественно, они там жили, надо же найти себе девушку хорошую. Одну звали Урпа, а другую Руфь, ясных значений у этих имен нет. Ну, Муафский язык, Моавитянский, он малоизвестен. Прожив там около 10 лет, Махлон и Келеон тоже умерли. Науми пережила обоих своих сыновей и мужа. Печальная история – три вдовы на чужбине. Ну, ладно, чужбина, она только для первой вдовы, для Науми. Ну, все равно, а что делать-то дальше? Страна чужая, мужчин в доме нету, землю пахать кто будет, а никаких пенсий не платят, далеко еще до этого. Узнав, что Господь вспомнил о своем народе и дал ему пропитание, ну, то есть голод закончился, Науми решила вернуться на родину, там все-таки какие-то родные люди, как-нибудь она там проживет. А с ней пошли обе ее снохи, то есть жены ее покойных сыновей. А вот это уже необычно. Чего я с ней-то идти? Они Моавитянки, их родной край здесь. Но, выйдя замуж, они переходят в семью Науми и ее сыновей, да, и вот они готовы оставаться в ней. Науми пустилась в путь, ее снохи отправились с ней. По дороге в Иудея Науми сказала своим снохам, возвращайтесь домой, ваши родные семьи. Пусть Господь будет добр к вам, как и вы были добры к вашим покойным мужьям и ко мне. Пусть Господь поможет каждой из вас найти счастье в доме нового мужа. Вот такая предельно женская история, да? Они все три вдовы, и одна вдова старшая говорит молодым, ну, пусть Господь вам даст нового мужа, хорошее, замужество, дом, счастье, детишек, пусть все будет удачно. Ну, им осталось что сказать. Она поцеловала их на прощание, но они заголосили, заплакали и сказали, мы пойдем с тобой к твоему народу. Вот они ощущают эту солидарность, и в Библии вообще солидарность одна из важнейших ценностей, да? Казалось бы, с практической точки зрения, надо вернуться к маме с папой, потому что там, ну, во-первых, можно жить, как и раньше, а во-вторых, там нового мужа можно найти, да, кто-то посватается, возьмет замуж. Но он мне сказала, дочки, возвращайтесь, зачем вам идти со мной? Смогу ли я родить еще сыновей, которые станут вам мужьями? О чем она говорит? Обычай левератного брака, но он и предписан пятикнижей, то есть, если умирает бездетным мужчина, женатый, то его младший брат или другой родственник должен взять жену, как бы он стал заменой своему погибшему старшему брату, и первый сын, который рождается от этого брака, считается сыном умершего, для того, чтобы он мог унаследовать его земельный надел. Потому что, как написано в книге Иисуса Новина очень подробно, да, вот земля ханаанская, она поделена между израильскими племенами, родами. Это не просто частная собственность, один купил, другой продал и все, а это принадлежность рода. И внутри этого рода у каждой семьи свой надел, да, и это именно ее надел. Вот сын должен наследовать надел отца. Если нету сына, пусть ближайший родственник сделает так, чтобы сын родился. Пусть он будет физически сыном этого родственника, но считаться будет сыном покойного. И поэтому она мне говорит, ну, я, в принципе, могла бы родить еще сыновей, которые стали бы вам мужьями, но подумайте сами. Как это я? Я уже пожилая женщина. Возвращайтесь, дочки мои, я уже слишком стара, что будете замуж. А если даже я бы и думал, есть еще надежда, даже если бы сегодняшнюю ночь я провела с мужем, родила бы сыновей, какой смысл вам ждать, пока они вырастут? Какой смысл оставаться во вдовах? Не надо, дочки. Моя участь слишком горька, незачем вам делить ее со мной. Господь обрушил на меня свою ярость. Она даже не понимает, почему, сознает ли за собой какую-то вину или что-то еще. Но вот это от Господа, что делать? У меня все плохо, а вы, девочки мои дорогие, уходите домой, пусть у вас все сложится хорошо. Логично, логично, предельно логично и по-доброму все. И они не сразу от нее убегают, да? Они ее провожают, хотят идти. Но они снова заголосили и заплакали. Арпа поцеловала на прощание свекровь, а Руфь отказалась уходить. Но он мне сказала, посмотри, невестка твоя, ну то есть жена брата твоего мужа, возвращается к своему народу и своим богам, иди с ней и ты. Но Руфь сказала, не упрашивай меня оставить тебя и вернуться. Я пойду туда, куда ты пойдешь, и останусь там, где ты останешься. Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и пусть меня там похоронят. Пусть так-то и так-то покарает меня Господь. Это такая формула клятвы, очевидно, в реальности, наверное, звучали какие-то страшные проклятия, да? Пусть накажут таким-то образом. Только смерть разлучит нас. Значит, если нас разлучит что-то, кроме смерти, пусть меня Господь покарает. Но Уми поняла, что Руфь твердо решила идти с ней и перестала отговаривать ее. А вот здесь большой вопрос. Почему Руфь решила возвращаться с Науми? Может быть, потому, что для нее переход в другую семью был одновременно переходом в народ Израиля. Женщина, выходя замуж в те времена, становилась частью нового рода, рода ее мужа. А это израильтяне. И она приняла веру в единого Бога. И она не хочет от нее отказываться. Она хочет быть частью израильского народа, хотя абсолютно ничего не ожидает. Более того, моавитянам, вообще-то, до седьмого колена было запрещено становиться членами израильского сообщества. Ну, потому что отношения исторические у моавитян с израильтянами были плохие. Вот это все не работало. Значит, она, грубо говоря, хочет того, чего нельзя – стать израильтянкой. Ей это просто не положено. Они шли вдвоем до самого Ефлеема. Их приход произвел большой шум в городе. Неужели это Науми восклицали женщины? А то второе они вообще даже не замечали. Потому что Науми-то они помнят, знают, а тут с ней какая-то чужестранка. Много мы замечаем женщин, которые понаехали тут, да, из-за всяких других и не очень дружественных для нас народов. Да, обычно, если замечаем, то для того, чтобы пробурчать что-то. А Науми своя, да. Науми отвечала им, не зовите меня больше Науми, напомню, что это приятное, сладкое. А называйте Мора. Мора – это горькое. Потому что горе послал мне всесильный. Когда я уходил, у меня было все, но Господь привел меня обратно ни с чем. Зачем же вы называете меня Науми? Господь осудил меня всесильный, послал мне несчастье. То есть она не пытается даже объяснить, почему. Просто говорит, ну вот, судьба человека, она сама по себе не случайность. Вот, значит, Господь так судил, что я могу с этим сделать. Так вернулась Науми, и с ней из страны мував, пришла ее снаха, мавитянка Руфь. Когда они прибыли в Ефреем, как раз начиналась жатва ячменя. Ну, а у них ничего нету, наверное, остался земельный надел и дом. Когда-то же они жили там, но кормиться-то нечем. Как они прокормятся, об этом вторая глава. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok